Добрый день, меня зовут Сергей Носоль, у меня в руках уже отремонтированный циркуляционный насос от посудомоечной машины Bosch SMV50E10RU серии Silence Plus. Такие насосы еще называются рециркуляционными и у них в одном корпусе заключен насос и ТЭН. Эта модель носит название 654575 и она является заменой насоса 654574. Аналогичную конструкцию носят насосы 755078, 489658, 651956, 647397, 655540, которые подходят к различным посудомоечным машинам Bosch, Neff и Siemens. Поэтому все нежесказанное будет относиться и к этим посудомоечным машинам. Как я понял, что неисправен именно ТЭН в посудомоечной машине. Все началось с того, что машина плохо мыла посудой и в конце ее не сушила. По характеру поломки у меня было три варианта от того, что с ней произошло. Сломалась управляющая плата, вышел из строя ТЭН, либо сломался датчик температуры. Было решено проверить все три варианта. Для того, чтобы хоть как-то отработать вариант с управляющей платой, я сбросил все настройки машины на заводские с помощью комбинации кнопок. Но это никак не помогло, и посудомоечная машина закончила цикл с той же ошибкой. Для эксперимента я решил подключить посудомойку к горячей воде. После этого я получил первый результат. Посуда стала заметно чище, при этом цикл мойки закончился совсем в другом месте. Длина цикла мойки заметно увеличилась. Стало понятно, что поломка связана не с управляющей платой и датчиком, а проблема именно в ТЭНе. Поэтому было решено разобрать посудомоечную машину, извлечь ТЭН и заменить или отремонтировать его. Приступаем к демонтажу посудомоечной машины. Для того, чтобы не затягивать это видео, я сделал отдельный видеоролик, кадры из которого вы сейчас видите, о том, как разобрать посудомоечную машину и демонтировать циркуляционный насос. Ссылку на это видео я размещу в описании к этому ролику. Вот теперь насос у нас в руках. Насос состоит из двух частей, скрепленных между собой по периметру защёлками. Открываем защёлки и мы получаем две части насоса. Одна непосредственно насос, а вторая часть нагревательный ТЭН. Теперь выясняем, что же произошло с нагревательным элементом. Для этого мультиметром на режиме измерения сопротивления проверяем это сопротивление между различными контактами. Между питающими контактами сопротивление можно посчитать по закону Ома. Учитывая, что мощность нагревательного элемента примерно равна 2 кВт, получаем, что сопротивление между питающими контактами равно 24 Ом. При этом не должно быть сопротивление между заземляющим контактом и любым контактом питания, а также должна быть связь между заземляющим контактом и корпусом. По результатам моего измерения, между питающими контактами нет никакого сопротивления. То есть там есть обрыв, который сразу же был найден при детальном изучении доступных для осмотра мест. Перегорела одна из питающих дорожек ТЭНа рядом с клеммной колодкой в месте контакта. Место повреждения найдено. Казалось бы, возьми да испаяй дорожку, но нет же. Как вы видите на этой фотографии, помимо пластикового кожуха, есть ещё металлический, который, как я понимаю, служит для того, чтобы рассеивать тепло от нагревательного элемента. И оба эти кожуха прикрывают место пайки. Первое, что пришло на ум, это отрезать вот по такому контуру оба кожуха, для того, чтобы освободить достаточное пространство для работы с паяльником. Ещё немножко покрутив насос в руках, я заметил, как и вы на этой фотографии, что металлический кожух держится на пластиковых заклёпках. Решено было их удалить. Для этого я взял сверло по металлу диаметром 3,5 мм, длиной 100 мм, прикрыл нагревательный элемент в месте проведения работ обычным картоном и по кругу убрал все заклёпки. Все заклёпки удалены, пробуем теперь высвободить металлический кожух. Он у нас уже упал со своего места, теперь надо высвободить нагревательный элемент. Вот он тоже уже подался. Вытаскиваем его. Всё, насос разобран. Вот теперь виден весь состав насоса, все его части. А на этой фотографии видны параметры нагревательного элемента, которые я очень искал, но нигде не мог найти в интернете. Возникла идея полностью заменить нагревательный элемент на какой-нибудь новый плёночный. Также я думал использовать керамический кольцевой нагреватель, меканитовые хомутовые кольцевые нагреватели, сопловый нагревательный элемент, ленточные нагреватели из керамики, силиконовые нагреватели, полиамидные, полиэстеровые, алюминиевые кольцевые нагреватели. Естественная идея была использовать резистивные греющие кабели, это обычный тёплый пол. Несмотря на такое разнообразие греющих элементов, подобрать подходящий тент было весьма затруднительно, так как теоретически не получалось адаптировать конструкцию ТЭНа к конструкции теплового насоса при необходимой мощности. И опять я вернулся к идее отремонтировать этот нагревательный элемент. Теперь, когда я извлек нагревающий ТЭН, его необходимо починить. Идея состоит в том, чтобы освободить дорожки проводников от изоляционного слоя и припаять туда новый проводничок. Для этого я воспользуюсь наждачкой и буду аккуратно стирать верхний изоляционный слой. Возьмем кусочек наждачки. Наждачку я не стал брать нулевку, я взял на одну ступень выше, чем нулевка. Для удобства работы я оберну линейку наждачной бумагой и буду стирать изоляционный слой. Снимаем верхний изоляционный слой с проводничков. Если честно, изоляция очень прочная и снимается тяжело. Сейчас я оттер защитный слой из контактной дорожки и теперь необходимо к нему припаять новый проводничок. Для этого я буду использовать многожильный провод, который необходимо залудить. Сейчас я этим и займусь. Изначально я решил не восстанавливать дорожку, а припаять к ней еще один проводник и соединить его до клеммной колодки. Остальные же проводники соединять на колодке. Для этого я залудил провод с помощью китайского флюса и нашего припоя ПОС-61. Проверил ТЭН на термостойкость с помощью паяльника. Кислотой для пайки пролил дорожку и залудил ее также с помощью припоя ПОС-61. Зажал ТЭН между двумя плоскогубцами в кактисках и припаял провод к дорожке. Ну и инструментальным способом проверил ТЭН на работоспособность. ТЭН оказался рабочий. Между питающими клеммами было сопротивление 19 Ом, что было близко к расчетному, но тем не менее отличалось от него. И тут меня посетила идея, а почему бы не проверить еще и в натуре работоспособность ТЭНа. Для этого я взял плоский наконечник типа МАМА для того, чтобы подсоединиться к колодке и подготовил вилку для подключения ТЭНа к розетке. Любопытство ради, я решил с помощью термопары проверить, какую температуру может создать ТЭН. Для этого я налил термопасты, закрепил термопару с помощью скотча и включил все это дело в розетку. Скотч тут же расплавился. Температура мгновенно поднялась до 75 градусов. Хорошо, будем использовать пирометр, а термопару поддержит жена. Еще раз включаем и ждем немножко. Все задымилось, а температура мгновенно поднялась до 200 градусов. Аккуратно на горячее. Третье включение. Дым повалил. Внимательно смотрите сюда. Закипел припой. И пайка отвалилась. Температура в этот момент была около 370 градусов и термопаста просто превратилась в труху. Посмотрите еще раз с оригинальным звуком из камеры для большего погружения в происходящее. Бричу, у меня немного так сужат. Ну держи, держи. Я не могу, мне горячо, ты что издеваешься? Стало ясно, что лучше использовать тугоплавкий припой. У меня был в заначке такой с неизвестным происхождением. Но мой паяльник хоть и мог его расплавить, но лутить ему уже было совсем невозможно. И так у меня появилось еще две проблемы. Припой и паяльник под него. С одной стороны я понимал, что температуры больше 100 градусов Цельсия в нормальном режиме работы на ТЭНе маловероятно ввиду большого теплосъема водой. Да и если бы они там реально существовали, то все резиновые уплотнения уже бы давно деформировались за 4 года непрерывной работы посудомоечной машины. А они выглядели достаточно свежими. С другой стороны я видел, как через несколько секунд после включения ТЭНа место пайки просто закипело и стало понятно, что необходим запас по термической стойкости места пайки. В поиске необходимого припоя, как ни странно, я решил начать в ювелирной мастерской. Я знал, что в ювелирном деле используется припой с высокой температурой плавления. Я пошел на консультацию к своему знакомому ювелиру. Оказывается, для ручной пайки в ювелирке используются только газовые горелки. Но этот способ мне явно не подходил, потому что была высокая вероятность расплавить не только пластик клеммной колодки, но и возможно повредить сам ТЭН. В ювелирном деле также используют лазерную пайку. Но от этого способа я тоже отказался ввиду дороговизны по сравнению с обычным способом и длительности исполнения. Нужно было отдать изделие на завод и не факт, что за него бы еще и взялись ввиду специфичности заказа. Да и к тому же не было понятно, какой результат будет на выходе. И скорее всего он бы меня не удовлетворил. Поэтому от ювелирных припоев я полностью отказался. В соседнем ремонте техники мне предложили использовать токопроводящий клей, который еще используется для ремонта обогрева заднего стекла автомобиля. Но от этой идеи я тоже отказался, потому что не смог найти токопроводящих характеристик этого клея. Да и к тому же было написано, что при температурах более 100 градусов Цельсия этот клей теряет свои токопроводящие свойства. А я как раз и искал подходящий материал для высоких температур. То есть от этой идеи тоже отказываемся. Я знал, что современные материнские платы компьютера спаяны с помощью бессвинцовых припоев. И это доставляет некоторые неудобства мастерам компьютерной техники, потому что температура таких припоев значительно выше. И приходится для того, чтобы выпаять старый элемент, сильнее прогревать место пайки. И увеличивается вероятность повредить соседние элементы. Поэтому я решил изучить бессвинцовые припои поближе. А предварительно ознакомился с номенклатурой свинцовых припоев. Существуют госно-свинцовые припои, в которых указаны основные типы этих припоев. Здесь есть и мой припой POS-61, для которого указаны Solidus и Liquidus. Solidus это температура, выше которой тело начинает плавиться. А Liquidus это температура, выше которой тело полностью переходит в жидкое состояние. Еще говорят Solidus от слова Solid. Температура, ниже которой тело полностью твердае. А Liquidus температура, выше которой тело полностью жидкое. Неизвестный припой, который был у меня в коробочке, скорее всего был пост-40 или пост-10. В гости также приводится описание основных типов припоев и их назначения. Но от свинцовых припоев я решил отказаться, как от морально устаревших, да и к тому же, бессвинцовые припои по сравнению с обычными дают ряд преимуществ, такие как надежность пайки и ее долговечность. Основные виды бессвинцовых припоев можно посмотреть в каталогах ильминитых производителей, например, Фелдер или Асахи, извиняюсь за свой немецкий и японский. В каталоге Фелдер можно выбрать припои с канифолью, без канифолью, в чушках, катушках, с галогенами, без галогенов и так далее. Но меня больше всего интересовал состав припоя и его температура плавления. Смотрим, что нам предлагают. Здесь есть еще и эфтектические припои. Эфтектические это припои, у которых Сольдус и Ликвидус равны, то есть температура плавления равна температуре затвердевания. Преимущество этих припоев в том, что они обладают более однородной структурой при затвердевании. В итоге я выбрал припой из формулы SN97Q3, то есть с процентным содержанием олова к меди 97 на 3% соответственно. Температура плавления этого припоя у Фелдера равна 230-250 градусов Цельсия. Смотрим, что нам предлагают Асахи. Температура плавления их припоя с аналогичной формулой несколько выше. Но в итоге я купил наш припой московского завода Vecta с той же самой формулой. Причем стоимость этого припоя была такой же, как у немецкого. Где логика, спрашивается? Тем не менее, на катушке, несмотря на то, что какой-то заботливый кладовщик нанес туда свою маркировку, отчетливо видно, что температура плавления полностью соответствует Фелдеровской. Припой я выбрал. Теперь дело за паяльником. Выбор паяльника для бессвинцового припоя был достаточно очевиден. Можно было заказать паяльную станцию, регулируемый паяльник или обычный паяльник. Я на Али заказал регулируемый паяльник с керамическим нагревательным элементом. А пока у меня был в запасе один месяц ожидания доставки, я решил проэкспериментировать с обычными паяльниками. Я бросил клич по знакомым и коллегам на сбор паяльников. Этакий паяльный краудфандинг. И уже через несколько дней у меня собралась целая коллекция паяльников. И все их мне было необходимо протестировать на предмет пайки бессвинцовым припоем. Жемчужиной моей коллекции оказался паяльник, выпущенный по ГОСТу 69-го года. То есть ему реально, внимание, 50 лет! Представляете, 50 лет! И он у меня в руках. Но это был не самый подходящий паяльник для пайки бессвинцовым припоем. Вообще результаты такие. Все паяльники, выпущенные по ГОСТу 83-го года, вне зависимости от их мощности, никак не подходили для пайки бессвинцовым припоем. А паяльники, выпущенные по ГОСТу 69-го или 77-го года, подходили для этой пайки. Тем не менее, самым наиболее подходящим и оптимальным паяльником оказался вот этот паяльник, выпущенный по ГОСТу 77-го года, мощностью 65 ватт. Вот им мы и произведем пайку. Закрепляем тен между двух плоскогубцев и паяльником убираем весь старый припой. Убираем все жировые наслоения и всякую грязь и подготавливаем все для пайки. Нашим бессвинцовым припоем напаиваем дорожку по всей части старой контактной дорожки, очищенная диэлектрика, чтобы обеспечить большую площадь контакта. На всякий случай проверяем термическую прочность диэлектрика, проверяем, что паяльник не способен его расплавить. Инструментальным способом проверяем работоспособность тена, проверяем сопротивление на питающих контактах, а также отсутствие замыкания на землю. Также проверяем работоспособность термопары. Проверить термопару очень просто. Сумма сопротивлений 1, 2, 2 и 3 контактов равно сопротивлению 1, 3 контакта. В моем случае это по 7,79 Ом на 1, 2, 2 и 3 контактах и 15,59 Ом на 1, 3 контактах. Теперь приступаем к сборке насоса. Необходимо в пластиковом кожухе закрепить металлический кожух. Так как мы отсверлили пластиковые заклепки, будем использовать винты для крепления одного кожуха в другом. Вставляем и насквозь просверливаем в трех местах пластиковый корпус. Совсем маленьким сверлом намечаем отверстие в пластике, а большим потом рассверлимся. Вот что получилось. Теперь необходимо установить тен на свое место. Вставляем резиновое кольцо в основание корпуса. Для того, чтобы металлический тен лучше встал на свое место, предварительно смажем кольцо растительным маслом. Растительное масло придаст скольжение кольцу и позволит ему встать на свое место. С помощью лучной палочки промазываем кольцо. Вставляем уплотнитель на свое место в основание корпуса. Почему я применяю растительное масло? Потому что эта деталь будет контактировать с водой и мыть посуду. А растительное масло можно применять в пищу. Я вставил уплотнительное кольцо в свой паз и решил все собрать в обратном порядке относительно того, как разбирал. Вначале установил защитный кожух, а потом попытался установить сам тен. Но у меня изначально из этого ничего не вышло, потому что тену мешало встать на свое место уплотнительное резиновое кольцо. И как я только силой не нажимал на тен и не пробовал подправлять с помощью отвертки эту резинку, она все равно вылазила и закусывалась в самый последний момент. Решение пришло само собой, когда после очередной попытки резиновое кольцо осталось на тене. Я решил, а почему бы не попробовать установить тен уже с надетым резиновым кольцом. Устанавливаем уплотнитель с той стороны тена, у которой свободная часть от нагревательного элемента больше. И вставляем сам тен в корпус насоса. Затупляем отверточку для того, чтобы ею потом проталкивать уплотнитель, при этом не повредить его. И этой отверткой равномерно устанавливаем уплотнитель на свое место. На последнем этапе придется воспользоваться еще одним инструментом, иначе уплотнитель будет ходить по кругу волной. Поэтому его необходимо прижать и утопить в свое посадочное место. Наконец-то удалось вставить нагревательный тен между уплотнительной резинкой и корпусом. Очень помогло при этом растительное масло, оно придало дополнительной эластичности резинки. Дальше необходимо установить защитный кожух вовнутрь, так как тен уже сидит и клеммная колодка этому мешает. Для начала я попробую разрезать защитный кожух в одном месте, равной ширине защитной колодки, и все равно вставлю кожух. Намечаем два реза. Ножницами по металлу разрезаем металлический кожух, а надпиленой наждачной бумагой обрабатываем острые грани, для того, чтобы они не повредили резиновый уплотнитель. Устанавливаем кожух на свое место. Совмещаем отверстия кожуха и корпуса, которые мы выполнили ранее. Подготавливаем необходимые винты и гаечки и устанавливаем их на свои места. Равномерно по кругу затягиваем все гайки, чтобы исключить перекос. Красота! Теперь необходимо соединить две половинки насоса. Сразу скажу, что просто так взять и соединить две половинки у меня не получилось. По крайней мере моих сил не хватило, чтобы просто силой соединить две части. Как я не старался, несмотря на то, что смазал все опять растительным маслом, у меня ничего не вышло. И на самый последний, четвертый заклеп, застежки, у меня так и не получилось до конца затянуть всю конструкцию. Но я так подозреваю, что в принципе это возможно. Но мне пришлось искать альтернативный путь. Вытаскиваем уплотнитель из своего паза и устанавливаем его сразу на тен. После этого две половинки защелкиваются, как по маслу, в прямом и переносном смысле. О, другое дело. Как молодой. Подожди, подожди, мне нужно все. Так все, все, Дим. А все, да? Все, вот так вот легко. Вот так легко защелкнулись две половинки насоса. А теперь простой тест на герметичность. Вот такой красавец получился. Обратите внимание на взаимное расположение двух половинок насоса. Ориентируйтесь на клеммные колодки. Они должны быть расположены в одной плоскости. Насос собран. Настало время собрать всю машинку. Видео об этом уже есть у меня на канале. Ссылку на него я размещу в описании к этому ролику. В этом видео достаточно подробно рассказано, как я собирал посудомоечную машинку и с какими трудностями столкнулся. Но в нем не показано, что на самом деле в процессе сборки я сделал небольшую паузу и протестировал работу посудомоечной машины с отремонтированным ТЭНом. Я подготовил приборы и измерил потребляемый ток и, конечно же, температуру воздуха на поверхности ТЭНа. Питается ТЭН сетевым напряжением 220-230 Вольт. Для большей точности я использовал две термопары и целых три прибора в различных конфигурациях. В качестве стресс-теста я выбрал самый длительный и самый высокотемпературный режим. Это режим кастрюли. По показаниям приборов я понял, что в процессе мойки несколько раз сменяется вода. И к тому же она еще и догревается по мере остывания. Несмотря на различия в показаниях приборов, по динамике видно, что сейчас происходит нагрев воды. Переключаем один из приборов в режим измерения электрического тока и видим его значение. Оно колеблется между значениями 9,1 и 9,2 А. В процессе наблюдения я также понял, как посудомоечная машина сушит посуду. Она максимально сильно нагревает воду и от этой горячей воды уже нагревается вся посуда. Потом вода сливается, а из-за того, что посуда уже сильно нагрелась, в нее начинают испаряться оставшиеся капли воды. Потом я прочитал, что такой способ сушки называется конденсационным. Кстати, режим сушки, а точнее нагрева воды для сушки оказался самым жарким по сравнению с остальными циклами. В этом режиме ТЭН нагрелся до 90 градусов. Вот, посмотрите. Несмотря на то, что показания от разных термопар отличались, я все же убедился, что экстремальных температур за 100 градусов Цельсия на корпусе ТЭНа не наблюдается. И несмотря на то, что ТЭН был измазан растительным маслом, в процессе нагрева семечками не пахло. Эксперимент по восстановлению работоспособности ТЭНа циркуляционного насоса посудомоечной машины считаю полностью успешно завершившимся. ТЭН я ремонтировал еще в середине февраля, а сейчас уже конец августа. То есть прошло уже больше полугода непрерывной ежедневной работы. Общее время работы у меня составило 1 месяц. За это время я умудрился 3 раза собрать и разобрать посудомоечную машину, для того, чтобы она была полностью функционально рабочей, а также чтобы заснять все необходимые процессы сборки-разборки. Теперь, не обладая необходимыми знаниями, которыми я изложил в своем ролике, а также знаниями о применяемых материалах и инструментах, я думаю, что у меня весь процесс бы занял 3-4 часа, чего и вам желаю. Также хочется отдельно прокомментировать тот факт, что в циркуляционном насосе, помимо тепловой части, есть еще часть с самим насосом. И она тоже часто выходит из строя. Я немного жалею, что не отремонтировал ее заодно, но за этот месяц я очень устал от этой посудомойки, потому что каждый шаг сопровождался какими-то новыми усилиями и новыми трудностями. Поэтому мне хотелось поскорее ее собрать. Ведь один месяц без посудомойки достаточно тяжело было прожить, привыкнув к ее использованию. Суть в чем? Вал двигателя вращается в подшипнике трения, который выполнен в виде графитовой втулки. Со временем эта втулка растачивается, как и сам вал, и начинает в ней свободно вращаться. В результате начинает подклинивать ротор, а также лопасти самого насоса. В один прекрасный момент это все заклинивает, и посудомойка опять перестает работать. Но, как я и говорил, я тогда не решился разбирать насос далее, потому что у меня не было готового решения по замене этих втулок. И еще кое-что. Оказывается, отплавление клеммной колодки от ТЭНа это не единственная проблема, которая может случиться с ним. Мне прислали вот такую фотографию уже в последний день перед выходом ролика с просьбой помочь. На ТЭНе в одном месте собралась накид, на фото она уже очищена. Но место обработки видно, и из-за того, что не было должного теплосъема, ТЭН просто перегорел в этом месте. Отдельно хочется прокомментировать выбор бессвинцового припоя. Оглядываясь назад, я с одной стороны понимаю, что причин для выбора высокотемпературного припоя не было, но с другой стороны, если бы мне нужно было заново выбирать припой, я бы также выбрал бессвинцовый. Потому что я по-прежнему считаю, что нужен запас по термической стойкости. Если вам была интересна моя история, и вы еще подчеркнули что-то новое, вы можете также поставить колокольчик под моим видео. Всего доброго, до свидания!